Сегодня новые места. Сегодня открытие новых мест. Я сегодня узнала такую классную дорогу, благодаря одному человеку. Как здорово, когда ты просто легко знакомишься и спрашиваешь, как проехать, и тебе спокойно объясняют. Москва-Волга? Вот там? Да, вот он упорит туда на север. Там тоже красивые места. Да? Всё, хочу и там побывать. Это немножко по Дмитровскому шоссе надо там проехать. По Дмитровскому шоссе? Да. Отлично. Вон, из канала идёт. А, да-да-да, вон, баржа. Это песок из канала. Ага. Песок и ведёт. Значит, там тоже можно побывать. Там очень красивый лес сосновый. А потом корабли эти, особенно большие, идут рядом. Угу. Там рукой можно. Совсем рядышком. Вот он, вот он, вот он. Две женщины стоят, им можно помахать. Обязательно надо рассерить их. Давайте помашем им. Помашем, помашем. О, нам в ответ помахали. У нас лучше. О, вот от этого волна, да. Ого. Вот сейчас пристали. Да. Вот если вы видите, то вот там вот Алла и Паруса. Слушайте, я два года живу в Биберево. Я не была... Вот, кстати, песок, который ехал там, мы его догнали. А это дядя Юра. Ой. Меня нельзя снимать, я секретный человек. Он мне сегодня решил показать те места, в которых он постоянно ездит. Он каждый день ездит. Ребят, на велосипеде человек ездит каждый день. А вы сидите дома, ничего не делаете. Дедушка Юра, он просит его называть. Представляете, баржа была там. Мы ехали на велосипеде и вот поймали баржу здесь. Вот я все-таки везучий человек, еще раз повторяю. Совершенно случайно в лесу, на дорожке, спросила человека, как проехать. И вот в итоге я путешествую сейчас. Едем дальше. Мы едем, кстати, на велосипедах. Мы едем на велосипедах. Смотрите, какой классный корабль. Это ресторан. И вот у нас выплывает баржа. Ну, о, боже мой. Вон наши Айлы и Паруса там. А вот Троицкая, где я все время отдыхаю. Куда я езжу все время отдыхать. А вот дядя Юра, который барышой, молодец. Теперь я думаю его уговорить все-таки съездить потом вот туда, где канал. Вот это канал Москва-Волга. Мы вот оттуда приехали из деревни Степаньково. Вот вам Степаньково. Мы едем на канал Москва-Волга. Рисковать не буду вот этим вот замечательным, еще советским, наверное, построением. Я немножко устала, но мы сейчас по такой классной дороге ехали. Впереди у нас столько всего еще интересного. Здесь красиво. О, о, о. Теперь точно дребезжать не будет, да? Нет, будет. Будет? Ну, надо новый ставить. Там весь пас сорвать. А, а еще вот это мы потом, да, свалили? Под мою попу, под мой вес, как я понимаю. Это надо на ходу крутить и смотреть, что происходит. О, солнышко вышло. Да, по свадьбе сейчас. И сейчас поедем вот туда, на Москву. Сейчас будем Дмитровское шоссе огибать. Мы увидели, наконец-то, большой, большой корабль. Катерочек. Сейчас тоже волна поет. Вон там самолетик вверх смывает. Заходит на посадку. Тут катерочек, тут еще мотоциклетик. Тут волны. Сколько эмоций. Ну что, друзья мои, кто хочет отправиться со мной на велопробежку, предлагаю мне написать. Я имею в виду, кто живет в Москве, в Московской области. И я вам могу теперь показать вот эти вот красивые места. Вот так вот. Разве это не прекрасно? Там, кстати, свадьбу проводят. Там еще зоопарк. Очень красивый. Ну, там тоже очень хорошее место. Сегодня я узнала, что, оказывается, подкрадываться к лошади сзади не рекомендуется. Они начинают нервничать и бояться. Вот. Поэтому мы сейчас подождем, когда вереница из лошадей пройдет. И поедем дальше. И вот этому замечательному, чудесному человеку, с которым я сегодня провожу целый день. 78 лет. Ужас. Кажется, что столько люди не живут, но это не живут люди, которые пьют, курят. И лежат дома, откармливают свои животики. Живочки. У меня нет животика. Вот. Как-то так. Юр, а можно я ваш велосипед сниму? Вот этот велосипед. Уникальный. Уникальный. Почему? Расскажите мне об этой раме. Все написано с этой стороны. 50-летие октября. Это был выпуск ограниченный очень. Ага. Это для гонщиков. Это старший шоссе. Ага. Советский. Эта рама теперь бесценная получается. У нее база, вот расстояние между колесами, такое же, как у дорожного велосипеда. Ага. Поэтому сюда я даже дорожные колеса вкатывал. Да. А это я нашел стальные обода от туриста. На помойке, да? На помойке. Они ржавые, кривые были. Я их правил. А раму же вы тоже, да, нашли? Правил, да. Она рваная была вон там от урона. От росток, где кричатели. Ага. Говорил мне парень на стройке. Так. Я знаю... Я ему бутылку предложил. Он оскорбился. Сказал, что больше с ним общаться не будет. Я сам, говорит, велосипедист. Понятно. Вы же тоже раму на помойке нашли, правильно? Вот так вот можно собрать. О, а там бежит голый, красивый спортсмен. А мы, так сказать, старые, красивые на велосипедах. Теперь мы передам к вам. Мы теперь не к лошади попасть. Все хорошо. А вы мне снова скажете привет? Пожалуйста, в камеру. Привет! Привет! Здоровоешься. Даже лошадь со мной здоровается. Все хорошо. Вам тоже хорошего. По опасному участку пути сейчас. Вот так вот. Написано. Муравьи. Уничтожают ключи, которые переносят энцефалит и баралиоз. Вот так вот. Все, пойду сейчас есть банан. А то сейчас сумроз уже на дно сдвигается. Какое-то странное строение. Недостроенное, видимо. Юра у меня там отстал. Немножко. Вот здесь надо фотосессию сделать. Да, место хорошее. Вот это интересно, что такое. Я просто сидела на берегу, поэтому было холодно. Я одела. Что, кто со мной на выходные сюда с палаточкой? С картошечкой. Приехать и на выходные. Субботу, воскресенье здесь спокойно поотдыхать. А что-то он пешком идет. А в нее куча. Вот там, да, у нас троицкая получается. Троицкая, вот. Все мы сделали. Но еще что мы не сделали, это не нырнули. Будем нырять туда. Ой. Обувь, 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 обувь. Обувь обязательно, ребят, снимаем вот здесь. Перед купельней. Почему? Чтобы грязь туда не заносить. Все. Теперь я закрываюсь. Раздеваюсь. Но я уж не буду раздеваться при вас. И ныряем. Вот и все. Все очень просто на самом деле. Фу. Ныряем в холодную-холодную воду. Здесь очень холодная вода. Все. Все, я искупалась. Давайте ходить. Надо ходить. Опа. Прекрасно. Так, одеваем обувь. И вот так заканчивается наше замечательное путешествие. Обувь. Идем к велосипеду. В принципе, вода классная. Холодная. Воду мы набрали. Поэтому вода нам уже не нужна. Вон Юра. 78 лет человеку. Она до сих пор на велосипеде гоняет. Вот здесь такая красота. Это у меня такой отдых по воскресеньям называется. Это не прекрасно. Я еще шнурки не завязала. Дошла до велосипеда, а шнурки не завязала. Впереди ждут страшные собаки. Гав-гав-гав. Одни собаки меня уже не кусают, а вторые собаки. Там появились новые собаки, они меня кусают. Но ничего. Зато первые ко мне привыкли. Уже здороваются со мной. Вот так вот. Так, как правильно завязывать шнурки у меня. По этому поводу есть видео. Я под этим видео поставлю, как правильно завязывать шнурки. Но сейчас я их не буду, конечно, правильно завязывать. Назову эту картину Репина. Три богатыря. Три могучих богатыря. Вот. Красивое, чудесное место. Я не знаю, где я. Я заблудилась. Где-то в лесу. Суть не в этом. Сегодня я приду, сделаю ролик про очень удивительного человека, которому 78 лет. Он мне сегодня рассказал очень много, очень много всего интересного. про старую жизнь. Про старую жизнь, про эти места. Ну, я живу сейчас в районе Биберево. Про эти места в этом районе. Все в округе. Мы с ним запланировали поездку в Марфино. Не знаю. Причем человек очень хочет дожить до 175 лет. Сейчас у него онкология была операция. И, кстати, самое интересное, что он тоже, он сейчас не ест ничего. Он лечится голоданием. Но сейчас лечебное голодание. Вот о чем я говорила о аутофаге. Я устала. Мы с ним сегодня проехали 45 километров. Это очень интересно, на самом деле, знакомиться с человеком, который много чего может тебе рассказать, показать историю. Половину я не сняла, потому что он не любит сниматься на камеру. Почаще, наверное, надо встречать таких интересных людей. Вон, тут лежат булавы у трех богатырей. Где я? Что? Но самое главное, что нашла сегодня родник, где можно воды набирать чистой. И я сегодня так попутешествовала. Я хочу такую жизнь. Она мне нравится. Я не знаю, как раз. Я хотел желаю. Я- imaginar, мне нравится. Продолжение следует...